Ну что, я рад тем, что мы прошли. Кубковый матч, наверное, тем, что здесь любая ошибка, ее уже сложно исправить. Конечно, нам ни в коем случае нельзя было доводить до серии пенальти. Я ребятами в целом очень доволен, что, во-первых, выдержали. Мы уже всю игру доминировали в плане функциональной подготовки, мы уже выиграли значительно лучше. Осталось только сыграться. Главное, что есть, к чему расти, и есть у нас потенциал. Друзья, коллеги, ваши вопросы? Я все не доволен, я по личности не буду, потому что все сыграли, я считаю, что они могут еще значительно лучше играть. Но в целом они все старались, они максимально выложились. И то, что я увидел, что не 120 минут, держали темп игры, выиграли единоборство, никто из них не выпал, значит, я считаю, мы на правильном пути. Осталось только, я говорю, вот эти шероховатости убирать, сыгранность, это уже работа времени. Фактически восстановление не доиграют, запульсурок, допустим, на ваш взгляд, в чем поможем? Немножко низко сели, как-то, может, уже уверовали в победу. Но в целом, все, что не делается, сейчас-то, конечно, можно говорить, что может и к лучшему. Ну, проверил ребят, их, как бы, тоже должны сделать выводы, что игра длится не 90 минут, а значительно больше. Поэтому, ну, хорошо то, что хорошо закончилось. Может, Олег сказал, что выиграть терьеру полностью в первом тайме, и должен был решать все в первом тайме еще. Вы согласны? Ну, каждый по-своему считает, поэтому я не буду, я сказал свое мнение. Счет на табло, и... Еще вопросы? Вы все подборщили. Здравствуйте, Катерин. Спасибо. Ну, потому что, когда я принял команду, изначально что я сделал, если вы помните? Не помните, протестировал команду. Вот. И, конечно, его функциональное состояние было... Оставляло желать значительно больше. Вот. Потом... Затем... У нас были товарищеские матчи, если вы помните. Потом у нас были... И Дубль еще играл. Вот. И те ребята, которых я увидел за Дубль, я им удалось играть за Дубль Богомойскому. Я увидел, что те ребята значительно сильнее. И Ложкин, и... Демчинк. Они значительно сильнее. Как вы считаете, кого я буду больше привлекать в команде? Богомойский какого у нас года рождения? Какого? Какого? Дубль. 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 Правильно. И Демчинк. Плюс, и я вижу больше у них перспектив. Поэтому у этих ребят я и стал подключать больше к основе. Плюс у меня проблема, что... Ну, как проблема, не проблема, но в связи с нашей селекцией, у меня четыре центральных нападающих. Именно центральных. Если вы помните, в том году я играл с тремя, но у меня получалось один центральный, а два остальных это игроки, которые у одного скорость, там, это вот, которые много играют в подборе, там, объем работы тоже выполняют, достаточно значительно хороший. Вот поэтому с четырьмя своими нападающими я не могу играть. Вы мне предлагаете еще Богомойскому сказать пятым? Поэтому, по мне, ему еще очень много надо, очень много еще надо ему тренироваться, очень много надо работать. И вы его в бане не видели? Им очень много надо работать. Что? Так, а никто же его не выгонял, чтобы вы не понимали. На него рассчитывают, ему предложили пройдить контракт, он не видит себя в «Динамо». Вы же поймите одно, сегодня Гуренко есть, завтра Гуренко нет, но «Динамо» она всегда останется. Понимаете? Через полгода там добавишь, там, докажешь. Никто его не выгоняет. Я не знаю, откуда у вас такая информация. Он, он неплохой нападающий, все, но вот это в данный момент Ложкин и Демченко сильнее его. Поэтому я на них и делал став. Хотя, им еще тоже надо очень-очень много работать. Как и всем нам. Развернуто ответил. Маш, громче, пожалуйста, не слышу ничего. Почему все они решили, что у тебя есть любимая схема? 4-3. 4-3-3? 3-4. А, 3-4-3. Я же вам говорю. Вы же заметили, сколько у меня иностранцев сейчас. У меня есть проблема по иностранцам, потому что Яха не смог сегодня сыграть по той причине, что он иностранец. Потом как бы я выбрал, наверное, более атакующий вариант, потому что мы играли с Стреботичем и с Перевичем. Это более атакующий вариант. Если я поставил бы, например, Копленко и Яха, это был бы, может быть, более оборонительный вариант. Я выбрал все равно больше вариант на атаку. Вот. Да, не все у нас получилось в плане, я считаю, в первом тайме. Вот. Да, мы хорошо выходили на прострелы, на подачи, там хорошо вскрывали оборону, но не было, может, последнего этого укола, вот, последнего этого, может, последней передачи, вот этого не получалось. Но это вопрос времени. Далее, у нас есть хорошие подходы, и ребята побежали. Если коротко на ваш вопрос, то я отошел из-за подбора игроков. Тот подбор, которым я сегодня располагаю, он только предполагает играть именно по этой схеме, по которой я выбрал. Сегодня сыграл Ворота Викторович, это вариант, когда вкупусы встречи дают и сыграть второму проходил? Совершенно верно. А еще вопросы? Не второму. Я считаю, что они оба у нас одинаковые, все, и тут как бы общепринятое европейское.